Опровержение христианам, выступающим против ислама В связи с тем, что многие малограмотные христиане, не знающие ни своей религии, ни тем более ислама стали совершать нападки на ислам и мусульман, я решил собрать небольшое опровержение наиболее распространенным их обвинением. Первое. Ислам жесток. Второе. Коран заимствован из Библии. Третье. Дозволенность многоженства. Четвертое. Ущемление прав женщин исламом. Первое. Обвинение в том, что ислам жесток. Разговоры о том, что ислам – жестокая религия, и что ислам распространяли мечом, ходят с давних пор. Это ложь и клевета. Вот высказывания известных ученых, историков, не являвшихся мусульманами. Бернард Шоу сказал. «Я изучал этого удивительного человека, Мухаммада. И, по моему мнению, далекого от того, чтобы быть завоевателем. Его следует назвать спасителем человечества». Далейси Алири сказал. «История совершено ясно показывает, что легенда о фанатиках мусульманах, которые ходят по миру и силой оружия обращают в ислам порабощенные народы, является одним из наиболее фантастических и абсурдных мифов, которые историки когда-либо рассказывали. Но вот, давайте посмотрим на учение столь гуманного и доброжелательного писания христиан – Библию. «Исигон, царь Исигонский, со всем народом своим выступил против нас на сражение к Яце, и предал его Господь, Бог наш, в руки наши, и мы поразили его и сынов его и весь народ его, и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города. Мужчин и женщин и детей не оставили никого в живых, только взяли мы себе в добычу скоты и захваченные во взятых нами городах». Ветхий Завет, Второзаконие, глава 2, стихи, 32 по 35. «И прогневался Моисей на военачальников, тысячи начальников и стоначальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа, в угождение фигуру. За что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя». Ветхий Завет, числа, глава 31, стихи 14 по 18. «Теперь иди и порази Амалика и Иерима, и истреби все, что у него. Не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до осла». Ветхий Завет, Первое Царство, глава 15, стих 3. «А в чем же вина грудных детей?» «И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и валов, и ослов, и верблюдов, и одежду». Ветхий Завет, Первое Царство, глава 27, стих 9. «Как видим, и даже трофеи себе присваивали. А народ, бывший в нем, он, Давид, вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими». Ветхий Завет, Второе Царство, глава 12, стих 31. Вот, оказывается, откуда нацисты взяли свои методы пыток и издевательств над людьми. О, люди Писания! Объясните, пожалуйста, нам, мусульманам, что означают эти библейские стихи. Пусть же хоть один христианин или кто-либо другой покажет нам хотя бы один подобный аят из Корана. Хоть один. И разве эти веления Корана, можно сравнить с вышеприведенными стихами Библии. Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не приступайте к границе дозволенного. Воистину, Аллах не любит приступающих. Сура Вторая Корова, аят 190. О, те, которые уверовали! Когда вы выступаете на пути Аллаха, то удостоверяйтесь и не говорите тому, кто приветствует вас миром, ты неверующий. Стремясь обрести тленные блага мирской жизни. Сура Четвертая, женщины, аят 94. Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежище, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место, потому что они невежественные люди. Сура Девятая, покаяние, аят 6. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не убил ни одного ребенка и женщину, и не велел этого делать. Мало того, запрещал подобное строго-настрого. А всех тех, кто внес вышеприведенную жестокость в Библию, следовало бы предать так называемые анафеми. Ведь это слова маньяков, являющиеся наставлением для серийных убийц, которых полно в христианском мире. Вместо того, чтобы обвинять мусульман в жестокости, они бы лучше занялись своим народом. В истории человечества никогда не было маньяков и серийных убийц из числа мусульман. Кто, ответьте нам, пожалуйста, сбросил ядерную бомбу на Хиросиму? Мусульмане. Нет, конечно, христиане. Кто истреблял целые индейские племена и сжигал во имя Бога тысячи людей, неугодных церкви? Мусульмане. Нет, христиане. Пока он в руках троянца, наш народ все бедствия сумеет пережить, защищая ХНЛ. Второе. Коран заимствован из Библии. Это обвинение можно опровергнуть очень легко и быстро. Такие известные ученые, кстати, не мусульмане, как Ричард Белл и Кенет Крак. После долгого изучения жизнеописания пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, пришли к выводу, что он, да благословит его Аллах и приветствует, не знал Библию и не имел личных контактов с переписчиками не только Библии, но и других писаний различных религий. Первая арабская версия Ветхого Завета появилась только два века спустя после смерти пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. А самая древняя версия Нового Завета появилась тысячу лет спустя после его смерти, да благословит его Аллах и приветствует. Начнем с основных различий между Кораном и Библией. Библия не является единой книгой, а есть собрание 66 книг, в соответствии с точкой зрения протестантов, и 75 книг, в соответствии с точкой зрения католиков, записанных примерно 40 авторами. Во-вторых, Библия – это смесь божественных утверждений и человеческих комментариев последователей. Для примера, Иеремия, глава 8, стих 8. Лука, глава 1, стихи, 1 по 4. Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 25. Коран же не имеет подобных комментариев. Даже слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не являются частью Корана. В-третьих, в Новом Завете, 4 Евангелия описывают Иисуса, его жизнь и Мессию. Коран же не является жизнеописанием Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, написанный его последователями. В-четвертых, Библия включает в себя несколько книг, написанных много лет спустя после смерти Иисуса. Коран же стал фиксироваться еще при жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, его сподвижниками. В-пятых, 4 канонических Евангелия не были единственными, и решение, что должно присутствовать в Евангелии, а что нет, было предоставлено суду человека. В исламе же, не обсуждается, какая сура может быть в Коране, а какая нет. В-шестых, описания одних и тех же событий в Коране и в Библии сильно отличаются. Так, например, в Библии Сатана соблазнил Еву, в то время как Коран говорит, что Сатана соблазнил их обоих. Причем не упоминается ни змея, ни гадина, ни что-либо еще в этом роде. Смотрите Бытие, глава 3, стихи 1 по 7. Коран, сура 2, аят 36, сура 7, аят 20. По Библии, женщина несет бремя этой ошибки, и в наказание Бог умножил ее страдания деторождением. В том смысле, что деторождение есть лишь расплата за ее ошибку. В Коране же, беременность описана, как благородное и похвальное состояние. Смотрите Бытие, глава 3, стихи 12 по 17. Коран, сура 29, аят 8, сура 46, аят 15. Также в Коране есть события, которые вообще отсутствуют в каких-либо писаниях. Например, в Библии отсутствуют описания древних народов, ад и самуд, а также пророков Худ и Салих, мир им. Также такие детали Корана, как диалог между Авраамом и его отцом, и Авраамом и тираном Намрудом, не имеют никакой параллели с Библией, и таких моментов множество. Так что и исторически, и религиозно известно, что учение ислама никоим образом не заимствовано ни от одной религии, включая и иудейско-христианские источники. Такой вывод делали и высокоинтеллектуальные люди, не имеющие никакого отношения к исламу. И почему же пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, заимствуя свои учения из Библии, не внес в него ни одного стиха кровосмешения, которых в Библии целых 10. Далее, библейское и кораническое описание Бога совершенно различны. Бог в Библии описан как человек. Бытие, глава 1, стих 26. Глава 9, стих 6. Он описан как тот, кто устает и нуждается в отдыхе. Бытие, глава 2, стихи 2-3. Исход, глава 20, стих 11. Он забывает. Бытие, глава 8, стих 1. Исход, глава 2, стих 24. Бог гуляет по саду, и люди могут скрыться от него. Бытие, глава 3, стихи 8 по 11. Подобно человеку, Бог в Библии описывается извиняющимся за некоторые свои решения. Подразумевается, что он или не сведущ в последствиях, или он подчинен причудливым настроениям. Бытие, глава 6, стих 6. Судьи, глава 2, стих 18. Исход, глава 32, стих 14. По Библии, как и человек, Бог имеет ноздри, рот и пребывает в густой темноте. Вторая царств, глава 22, стихи 9 по 15. Первая царств, глава 8, стих 12. Числа, глава 11, стих 25. Иногда он даже нуждается в человеческом руководстве. Исход, глава 12, стих 13. Он боится человеческой власти и объединения. Бытие, глава 11, стихи 5 по 9. Глава 3, стихи 22 по 24. Такое описание не только отсутствует в Коране, но рассматривается как поношение великого Творца. Вся эта ложь не имеет никакого отношения к истинному Творцу. В Коране же сказано, Аллах, нет божества, кроме Него, живого, поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Сура Корова 2, аят 255. Также Всевышний говорит, нет ничего подобного Ему, и Он слышащий, видящий. Сура Совет 42, аят 11. Также в Библии Господь описывается как Бог Израиля. Исход, глава 34, стих 14. Глава 20, стих 5. Однако в Коране нигде Бог не рассматривается как Бог Курайшитов, Господь арабов или Аллах мусульман. Коран, сура 1, аят 1. Сура 4, аят 79. Библейская концепция пророчества радикально отличается от концепции представлений в Коране. В то время как Коран описывает пророков лучшими образцами благочестия и праведности. Сура 21, аят 27. Сура 22, аят 52. В библейской версии почти все пророки совершают страшные грехи. Пророкам приписываются некоторые из страшных и мерзких действий, такие как поклонение Арона идолу. Исход, глава 32, стихи 1 по 20. Подлая хитрость Якова против отца Исаака. Бытие, глава 27, стих 16. Склонность Соломона к идолопоклонничеству. Первое царство, глава 11, стих 4. Авраам или заключил кровосмесительную женитьбу с Сарой, или был просто подлым лгуном. Бытие, глава 12, стихи 10 по 12. Глава 20, стихи 2 по 18. Пьяный пророк Лот совершил кровосмешение со своей дочерью. О нем также сообщается, что он отдал своих дочерей похотливым людям из Гаморы и предложил им сделать с дочерьми все, что им будет приятно. Бытие, глава 19, стихи 30 по 38. Глава 19, стих 18. Пророк Давид не только украдкой заглядывался на дом, но и совершил супружескую измену с женой Урии, предварительно убив мужа. Второе царство, глава 11, стихи 2 по 5. Глава 11, стихи 15 по 18. Иуда совершил кровосмешение со своей законной невесткой. И даже об Иисусе говорится, что он дал отпор своей собственной матери, сказав, женщина, что я должен делать с тобой. Иоанн, глава 2, стих 4. Коран не обвиняет пророков ни в одном из перечисленных преступлений и мерзостях. Коран поведал нам о словах Иисуса, который говорил, он, Аллах, сделал меня почтительным к моей матери, и не сделал меня надменным и несчастным. Сура Марием, 19 аят, 32. Также Всевышний Аллах говорит, поминив Писание Ибрахима, Авраама. Он был правдивейшим человеком и пророком. Сура Марием, 19 аят, 41. Третье. Дозволенность многоженства. Неужели Библия запрещает многоженство и для христиан это является столь страшным грехом, что это не дает им покоя. Давайте посмотрим, что говорит Библия по поводу многоженства, а также и наложниц. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки. Если у кого будут две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый. То при разделе сыновьям своим, имение своего, он не может сыну, жены любимой, дать первенство предпервородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой, и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Ветхий Завет, Второзаконие, глава 21, стихи 15 по 17. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона. Ветхий Завет, Вторая Царств, глава 5, стих 13. И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов. Ветхий Завет, Бытие, глава 31, стих 17. И любил Раваам, Маху, доча Весолома, более всех жен и наложниц своих. Ибо он имел восемнадцать жен и шестьдесят наложниц, и родил двадцать восемь сыновей и шестьдесят дочерей. Ветхий Завет, Вторая Паралипоменон, глава 11, стих 21. А про Соломона что сказано. И было у него семьсот жен и триста наложниц. Ветхий Завет, Третье Царств, глава 11, стих 3. Последним шагом, по данной теме, у миссионеров бывает то, что они говорят. Это Ветхий Завет. В Новом запрещено иметь больше одной жены. Опять же мы попросим показать тексты, в которых говорится таковое. При всем вашем внимательном чтении, вы не найдете подобного текста в Евангелии. Есть текст, который говорит об одной жене. Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией. Новый Завет, 1 Тимофею, глава 3 стих. Как вы увидели, эти слова не являются словами Иисуса, это послание Павла к Тимофею, его рекомендации Тимофею. В данном тексте речь идет о том, чтобы священник имел одну жену, это рекомендации священнику, а не приказ всем христианам. Также дело обстоит и с другим доводом, который христиане пытаются подогнать под запрет многоженства. И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфей, глава 19, стихи 5 и 6. То, что эти стихи Нового Завета, не содержат в себе запрета на многоженство, отмечали также и сами христиане. Отец Юджин Хилман в своей книге «Новый взгляд на многоженство» отмечает, нигде в Новом Завете нет явного указания на то, что брак обязательно должен быть моногамным, или какого-либо предписания, запрещающего многоженство. Более того, Иисус, мир ему, не выступал против полигамии, хотя она была распространена среди евреев в его эпоху и в том обществе, где он жил. Отец Хилман подчеркивает тот факт, что римская церковь запретила полигамию, стремясь согласовать положения с нормами грека римской культуры, которые предписывали иметь одну законную жену, допуская в то же время институт наложниц и проституцию. Автор цитирует Святого Августина. «Сейчас, в наше время и согласуясь с римским обычаем, не допускается более брать себе вторую жену». Единственный прямой запрет, касающийся многоженства, состоит в запрете брать в жены двух сестер. Левит, глава 18, стих 18. Четвертое. Ущемление прав женщин. Очень часто можно услышать, ислам унижает женщин, закрывает их полностью, им даже нельзя снять с себя платок, им даже не дозволяется отправляться одним в путь, и так далее. Тот, кто считает, что ислам ущемляет права женщин, сильно заблуждается, поскольку ислам очень даже сильно почитает женщин, что даже перед своей смертью пророк Мухаммад да благословит его Аллах и приветствует, который не говорил ничего неважного, завещал неуклонно совершать пять обязательных молитв и хорошо относиться к женщинам. Всевышний Аллах говорит, и обращайтесь с ними, женщинами, по-хорошему. Сура женщины, 4 аят 19. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, мир этот дается во временное пользование. А лучшим из того, что можно получить в пользование в этом мире, является праведная жена. Передал хадис Муслим. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, также сказал, человек, заботившийся о двух девочках до тех пор, пока они не повзрослели, окажется в день воскрешения столь же близким ко мне, как и два этих. И сказав это, он соединил между собой свои пальцы. Передал Муслим. Он да благословит его Аллах и приветствует, также сказал, верующий не должен ненавидеть верующую, ибо если не понравится ему какая-либо из черт ее характера, то он останется доволен другой ее чертой. Передал хадис Муслим. Он да благословит его Аллах и приветствует, также сказал, что же касается ваших жен, то они вправе требовать от вас, чтобы вы хорошо одевали и кормили их. Передал хадис от Термизи. Муави ибн Хайда рассказывал, однажды я спросил, о посланник Аллаха, какие права имеет на каждого из нас его жена. Он сказал, ты должен кормить ее, если ешь сам, и одевать ее, если одеваешься сам, и не должен не бить ее по лицу, не говорить ей мерзких слов, не отворачиваться от нее, если только это не происходит дома. Передал хадис Абу Дауд. И таких текстов в шариате очень много. А теперь пусть кто-либо покажет нам, где в какой религии или сообществе, еще такой статус имеет женщина. Везде в основном их только используют, пока они молоды и красивы, либо в качестве товара, либо в качестве рекламы. Хотелось бы также привести высказывание не мусульманина, известного британского востоковеда XIX века, Ричарда Бартона, насчет платка хиджаба, который многие люди считают отсталостью и ущемлением прав женщин. Ричард Бартон говорил, женщины, которые радуются ограничениям, направленным на заботу об их чести, охотно принимают хиджаб, и до сих пор любят и носят его. Они не желают свободы, или скорее вольности, которые научились относиться как к несопоставимой с их проверенным временем, понятиями женского достоинства и утонченности. Они были бы очень низкого мнения о муже, который позволил бы им, как гетерам, выставляться на показ публики. Парижские женщины, посетив Стамбул в XVI веке, были столь впечатлены способностью все покрывающего одеяния, содержать платье в чистоте от грязи, и оберегать женщин от нападков надоедливых мужчин, что они даже попытались ввести его во французскую моду. А теперь, посмотрим на отношение самого христианства к женщине. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Ветхий завет, Бытие, глава 3, стих 16. Как вы заметили, здесь речь идет о господстве мужа, над женою. Что же значит слово господство? Муж является абсолютным господином жене, подобно хозяину для рабыни. Интересно получается. Права женщин в христианстве, это право быть рабыней господина. Вот и высказывания так называемых отцов церкви, которые содержатся в христианских книгах, в пояснении к данному стиху. Разве вы не знаете, что каждая из вас Ева? Божий приговор этому вашему роду, живет в этом веке. Вина, несомненно, тоже жива. Вы, разломавшие печать запретного дерева. Вы первые ослушники. Обращение к христианам. Любая религия, утверждающая, что их источник, это божественное откровение, должна выдерживать серию испытаний. Первое и самое важное, это внутренняя последовательность. Это означает, что одно утверждение Писания, не должно противоречить другому, из этого же Писания. Второе, это внешняя последовательность. Это означает, что утверждения данного Писания, не должны противоречить общеизвестным фактам, будут ли они из области физики, химии, математики, истории, географии или биологии и так далее. И с уверенностью можно заявить, что единственным Писанием, выдерживающим эту критику, которую предъявляют профессора и ученые, не из числа мусульман, является священный Коран. Всевышний призывает изучать Коран и размышлять над ним, говоря, неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем множество противоречий. Сура женщины 4, аят 82. И хвала Аллаху, в Коране нет никаких противоречий, как внутренних, так и внешних. А что касается других Писаний, мы с вами видим, что в них множество противоречий, что и указывает на то, что они искажены и ложно приписываются Богу. О чем и сообщил в Коране Всевышний Аллах. Среди них есть такие, которые искажают Писание своими языками, чтобы вы приняли за Писание то, что не относится к Писанию. Они говорят, это от Аллаха. А ведь это вовсе не от Аллаха. Они, сознательно, возводят навет на Аллаха. Сура семейства Имрана 3, аят 82.